Третью часть мы начинаем с изображения белых цветов. Эти цветы очень удачно формируют розовое пространство, красное, синее. То есть, возможно, на любом цвете, исключая белый. Все правила, которые были предусмотрены на предыдущих частях, употребляются и здесь. Изображение начинается с больших цветов и дополняется бутонами и листьями. Очень удачно данная композиция может применяться в свадебном маникюре, в маникюре на выпускной вечер, а также для летних цветочных композиций. Субтитры создавал DimaTorzok Отделка производится золотой краской. Золотую краску при необходимости можно заменить на стразы и мелко тертый золотой гриттер. Классический вензель может быть выполнен как красками, так и блестящим глиттером. При выполнении вензеля краской желательно не использовать большое количество цветов. Идеально смотрится вензель, выполненный белой или черной краской, или сочетанием белого или черного с золотом. Вензель может располагаться как посередине, так и быть смещен к краю. Субтитры создавал DimaTorzok При выполнении вензеля глиттером стоит обратить внимание на кисть. Голонок не подходит для такой густоты лаковой краски, поэтому кисточка здесь должна быть длинная, упругая, искусственная. Как правило, эти кисточки прилагаются уже к коробочкам, в которых заключен глиттер в лаке. Ее очень удобно протягивать линии, увеличивая или уменьшая нажим. Субтитры создавал DimaTorzok Вензель выполненный глиттером, очень наряден на любом цвете лака. Незабудки выполняются в бело-голубых тонах и представляют собой 4 цветка, расположенных в вертикальной плоскости. Нельзя забывать о том, что цветы должны быть приблизительно одинаковые по размеру и располагаться достаточно близко один к другому. Поскольку здесь работа ведется на большом пространстве, то на маленьких ногтях цветов может быть меньше. Где-то, может быть, стоит ограничиться одними, где-то двумя, где-то тремя. Асимметричное изображение также смотрится красиво и достаточно цветно. Еще раз обратите внимание, что листья вписываются в прогалы между цветами и дополняют стебли и бутоны. Субтитры создавал DimaTorzok Отделка серединки начинается с черного пространства, которое потом может быть также оформлено как золотой краской, так и стразами или глиттером. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Изображение начинает выполняться на одной трети типса, оставляя пустым воздушное пространство сбоку. И дополняется небольшим количеством листьев сверху и более обильным снизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отделка середины опять же выполняется черной краской прямыми мазочками. При необходимости, при желании, можно черной краской отделать и края лепестков. Тогда изображение получится более объемным, более живым. Бабочка напоминает цветок лилии, у которого лепестки чуть-чуть приподняты вверх. Начинаем мы изображение с большого объемного крыла и симметрично приписываем второе крыло. Маленькие крылышки располагаются внизу по бокам, достаточно приближенные к первым двум. Выполняя изображение на светлом лаке мы можем отделать бабочку черной краской, обводя края и выполняя тело и усики. Остальная отделка может быть выполнена как блестящим глиттером, так и стразами. Продолжение следует... 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 Верхние длинные и узкие. Листья у ириса тонкие и вытянутые. Затем мы черной краской также производим отделку лепестков. И глиттером серединку и основание. Блестящий глиттер очень красиво дополняет любое изображение. Конечно, очень трудно рассчитывать на то, что все элементы росписи будут получаться сразу и быстро. Поэтому мы представляем вам несколько вариантов, когда цветочную роспись можно заменить на элементы, представленные стразами, соединенными с росписью. Эти изображения так же красивы, как и просто роспись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ла Мираж Бьюти Эдукейшн Это зрелая концепция обучения, гарантирующая вам успешное начало и развитие вашей карьеры в области ногтевой стилистики. На протяжении 7 лет студия Ла Мираж Бьюти Эдукейшн является несомненным лидером в обучении профессиональных мастеров моделированию ногтей, дизайну, маникюру и педикюру, как классическим, так и передовым технологиям. Обучение проводят высоко профессиональные мастера, получившие мировое признание, призеры многих российских и европейских чемпионатов по моделированию ногтей и нейларду. Классика и новинки. Азы и изощренные тонкости, специальное оборудование и профессиональная этика – все эти вопросы подробно освещаются на занятиях и проверяются на практике. Дизайны по гелию и акрилу – аквариумный, трехмерный, объемный, мраморный, подиумный. У нас вы узнаете все о современных тенденциях и новейших технологиях моделирования и дизайна ногтей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok